Виталий, приветствую тебя! Очередной эфир, фундаментальный технический анализ. Разбираем события, которые в моменте происходят на финансовых рынках, и, разумеется, смотрим за тем, как на эти события реагируют активы. Центральная тема – это выборы в США. Вроде бы как Байден уже безоговорочный президент, хотя, наверное, вместе сказать, еще будут определенные претензии со стороны республиканцев, юридические разбирательства, суды, может быть, в отдельных штатах повторный пересчет голосов. Но, наверное, уже надо достойно принимать поражение. Я думаю, что чудо не произойдет, ни с того ничего республиканцев не отдадут победу. Крамп вряд ли станет президентом. Байдена вон уже все в плане лидеров стран поздравляют. Да, Байден – новый президент. И было ли это как бы непредсказуемым, либо предсказуемым, наоборот, честно говоря, меня эта тема изначально особо не очень интересовала, потому что я знал, что что при Трампе, что при Байдене будет, в принципе, одно и то же. Сейчас, потому что прежде чем, может быть, они вернутся к вопросам, которые касаются их непосредственно политического курса, демократского или республиканского, мы даже с тобой неоднократно подмечали, что прежде всего нужно будет помогать экономике в условиях ковида, это вот эти стимулы, бешеные деньги, которые сейчас ожидаются. Это, конечно же, повлияет на определенные тенденции. Я предлагаю перейти. Да, правильно ты отметил, что независимо, кто будет президентом, у них в США в чем сила? В том, что независимо, кто там президент, там Сенат, Конгресс все решает. А точнее даже не Конгресс и Сенат, а решает все, как у нас называют олигархи. Там есть определенные корпорации, которые финансируют этот Сенат, финансируют этих сенаторов, и они, скажем, делают какую-то общую политику страны, экономики и так далее. Поэтому, как бы, в таком формате. Плюс, вчера читал, кстати, у нас в Украине, я не знаю, на каком этапе, было уголовное дело по поводу Байдена, да, потому что он, был телефонный разговор между Байденом, когда он был этим вице-премьером, ну, вице-президентом, вице-президентом при Обаме в последние сроки, он тогда в телефонном разговоре что-то там нашему президенту указывал в такой форме, что это выглядело, скажем, как бы вполне незаконно. И там открывали дело какое-то, ну, я не знаю, на каком этапе, понятно, но его закроют, там замнут, все, типа, ничего не было, но такая ситуация была. И плюс был запись разговора, его слили в интернет, то есть, а слили, понятно, что с нашей стороны, с Украины, то есть, эту запись, поэтому, ну, такие фишки. Ну, да. В общем, интересно будет понаблюдать за тем, как в целом сложатся отношения США дальше с Ближним Востоком, с Европой, как они будут складываться с Россией, потому что, если, опять же, распутывать весь этот клубок, понятно, там, наверное, немного другое отношение. Все-таки Байден радеет союз с Западом, прежде всего, европейской стороны. Развивающимся рынкам многим придется, ну, не знаю, опять же, может быть, не так сладко, как западным. Ну, посмотрим. Ну, и плюс, если ты заметил, да, я думаю, даже вот сколько мемов пошло, да, по интернету, и плюс, как многие обсуждали вот эти выборы. Я даже вот четверг или пятницу, я не помню, я ребенка отводил в садик, и идут такой, да, и рядом, ну, там, рядом школа, садик, идут ребята, ну, такие постарше в школу где-то, ну, я думаю, 10-11 класс, и они обсуждают выборы США, и не то, что там просто там выборы, а четко там по этим, по штатам обсуждают детали. Я такой сижу, думаю, ну, это все, то есть это повестка дня, скажем, забита по полной. То есть это... Ну, слушай, ну, хорошо то, что такая социальная вовлеченность, это неплохо, что обсуждают такие вещи. Плохо, когда обсуждают другие вещи. Ну что, мы с тобой тоже сторонние наблюдатели за тем, что происходит, соответственно, к тенденциям. Давай к демонстрации экрана покажу, что есть в моменте. Так, друзья, сейчас на ваших экранах индекс доллара, мой излюбленный инструмент, который я давно рекомендую только лишь продавать, вообще не выдумывать там ничего в плане покупок. Раньше это были предположения с моей стороны, что как только я допускал, что ситуация более-менее выровняется в штатах в плане политики, вот тогда точно будет нисходящий тренд. Но мне приятно сейчас то, что даже неопределенность, которая была вот в последние итоги, долгое время, несколько дней находились подвешенными, никак вот не могли досчитаться ни один из президентов необходимых 270 голосов. Ну вот в итоге это произошло. Сейчас, разумеется, в пользу Байдена. Байден президент. Я думаю, как уже отметил в начале этого выпуска, что нужно уже признавать это как факт. Индекс доллара на этом снижается. Почему? Потому что при приходе к власти демократов экономику ждут довольно неплохие инъекции денежной ликвидности, возможно, даже куда больше, чем при республикациях. То есть я думаю, что не меньше 1,8 триллиона демократов в итоге согласуют. Когда? Ну, вопрос остается открытым. Очень хочется верить в то, что, ну, как можно быстрее, потому что ситуация с ковидом, с каждым днем становится все хуже и хуже. И вот в Штатах уже 100 тысяч случаев заболеваний каждый день. Это, разумеется, рекордные показатели. Хотя есть, опять же, отсылки на тот же самый Сенат. Вроде бы как вопрос на повестке. И обсуждать его будут только лишь в начале декабря. Но это долго. Мне кажется, месяц без денег. Экономика США сейчас это равносильно потере нескольким процентам ВВП уже в первом квартале 2021 года. Поэтому я считаю, что нисходящий тренд по индексу доллара продолжится. Раньше была сделка продажи через отложку селстопа. В принципе, в ней можно еще оставаться и дальше. Цели мы еще не достигли. Это движение ниже 92 пунктов. Не стоит опасаться, что какие-то при Байдене сейчас начнут инициировать жесткие условия ведения бизнеса для корпоративного сектора. Потому что, как отметил Виталий, действительно президент – это президент. А есть еще такое понятие, как Конгресс. И вот в Сенате там сейчас республиканцы как раз. То есть никаких реформ в плане роста налогов, скорее всего, республиканцы не позволят пройти этим изменениям. Поэтому каких-то рисков при Байдене я вообще не вижу. По индексу доллара сделка актуальна. Как быть по золоту? Жаль, что не удалось рекомендовать вам хороший уровень входа по золоту. Может быть, даже Виталий в своем закрытом канале для трейдеров освещал события касаемо золота. Может быть, там были точки входа. Потому что помню, что Виталию очень неплохо удается работать с этим активом в последние месяцы. Я, друзья, по золоту в целом тенденцию могу обозначить. Это только лишь рост. Потому что отметил, что очень хорошая сейчас среда для снижения курса американской валюты. И, разумеется, золото только лишь по этой причине будет еще и расти. Ну и потом новые деньги, которые придут в экономику, они снизят доходность американских облигаций. При снижении доходности американских облигаций реальная доходность американского рынка долга будет снова стремиться к нулю или даже залазить на отрицательную территорию. Как только при соотношении этих активов возникают такие перевесы, в мировой экономике всегда золото растет. Ну, то есть вообще не было никогда прецедентов в истории, когда при отрицательной доходности, реальной доходности американского рынка долга золото не росло. Я думаю, что ничего не изменится сейчас. Поэтому золото оправданно растет. Раньше я цели также, по-моему, комментировал от Сити. То, что они по факту недели выборов ожидали 1950. Ребят прекрасно отработали в плане своего прогноза. Действительно, мы увидели на прошлой неделе 1950. Следующая цель – это как тенденция. Это не идея вот сейчас прям заходить. Я просто обозначаю уровень, до которого может золото дойти. И считаю, что рынок интересен для долгосрочно ориентированных трейлеров. Это 2000. Может быть, даже и повыше. Пока никаких сюрпризов на рынке не предвидится, нужно работать по тренду. И что касается сегодняшней идеи, Виталий, ты знаешь, я вот смотрю на рынок. Ну, нервозный он, конечно же. Безусловно, в целом я рекомендую продавать доллары, соответственно, покупать все, что имеет отношение к риску. Но вот единственное исключение – это вот только фунт. Вот, ну, никак я не могу его купить из-за ситуации с Брекзитом, из-за вот этого общенационального локдауна, который, в принципе, точно такой же, ну, практически такой же по жесткости, как мы видели в начале 2020 года. Постоянный рост количества заболевших. Уже все, кому не лень, рецессию страшенную просто прогнозирует британская экономика. И на прошлой неделе Банк Англии увеличил программу количественного смягчения, потому что понимает, что ждет английскую экономику. Вот жаль, что не снизили ставку на отрицательную территорию. Ну, я думаю, что это решение уже декабрьское. Я считаю, что несколько, как бы, сейчас опрометчиво покупать фунт только потому, что снижается доллар. Ну, да, это самая, наверное, простая идея, которую можно сейчас сдать. То есть фунт тоже покупать, как и все остальные рисковые инструменты. Но я все-таки попробую сейчас рискнуть, пойти против вот этого очевидного тренда, который я также прекрасно осознаю и понимаю, что фунт, скорее всего, будет расти так же, как и евро, как и австралиец. Но такого, как бы, национального негатива, как в Англии, сейчас нет в других регионах. И сделка будет, как я уже отметил, как все поняли, на продажу через отложку селл-стоп с уровня 1,3140. Стоп-лосс можно будет поставить на отметку 1,3190, то есть 50 пунктов, и ждать уже серьезного снижения. И я вообще считаю, что фунт справедливо где-то должен котироваться в районе отметки 1,25, ну, может быть, чуть повыше. Но это, конечно же, забег совсем на длинную дистанцию, друзья. Если эта отложка сработает, и мы не доберемся локально до стоп-лосса, то есть не откатим обратно, то нисходящий тренд реально может стать довольно внушительным. Виталий, слово тебе передаю. То есть фокусируйся пока что на фунте, ограничивающейся одной конкретной рекомендацией. Возможно, у тебя будет что-то более интересное в плане многообразия. Ну, скажем так, смотри, рынок сейчас для меня не торговый, то есть он уже длительное время, последние несколько дней до этого, до выборов, скажем, рынок для меня был более понятный. Я его там торговал неплохо, а вот после выборов он как-то… И вроде бы там было много понятных моментов, но я их пропустил, не торговал. Там еще на прошлой неделе был у меня стоп-лосс по золоту. Видел я хорошие моменты по рынку, ну, как хорошие, относительно хорошие, куда рынок пойдет, но я его пропустил, не торговал. То есть это самое большое, скажем, отличие профессионального трейдера от просто трейдера-любителя, который лезет, скажем, в рынок все время, потому что на рынке прогнозировать правильно каждый день или там через день-два очень сложно, то есть это даже практически нереально. Поэтому последние дни я сугубо наблюдаю за рынком, какие-то идеи, пытаюсь что-то там предугадать, но оно все так… Ну, я предупреждаю своих ребят, что оно имеет очень низкую вероятность отработки. Итак, что у нас было в прошлый раз, когда мы с тобой встречались в среду? Да, аналогично я говорил, тоже так, была у меня такая идея, такой смарт-контракт, как у меня бывает иногда, когда нету чего-то конкретного или непонятно, я ждал закрытия среды. Говорил, что если у нас в среду закроется победой, скажем, основных валют против доллара, то мы работаем дальше в сторону ослабления доллара. Если наоборот, то мы работаем в другую сторону, скажем, в рост доллара. По факту среда, вот этот бар, получается, или свеча, кто что торгует, она закрылась по бычьему, да, то есть с поджатием наверх. Если бы она закрылась внизу, красная, сильно красная, я сказал, по минимуму, то здесь бы я рассматривал шорт. Она закрылась вверх, аналогично у нас закрылся индекс доллара по медвежьему, значит, мы рассматривали только, скажем, снижение индекса доллара, аналогично было по доллар-франку, дневка вот закрылась по… Поэтому те идеи, которые я озвучивал по смарт-контракту, как закроется дневка и дальше, возможно, торговать четверг-пятница, возможно было. Аналогично было по золоту. Какой у меня был комментарий. Так, сейчас пропадет вот эта штучка. Говорил, если золото закроется аналогично с поджатием, то есть его будут выкупать под конец дня, то, скорее всего, пойдет наверх. Если вниз, то будут ломать вот этот локальный тренд, который наверх за последние дни. Поэтому вот такая ситуация. В принципе, это все отработалось. Я лично сам это не отторговал. Скажем, как-то вот такие моменты произошли на рынке, что я пропустил вот это все движение. Но идея отработалась правильно. Дальше. По поводу твоей идеи на рост индекса доллара. Да, возможно. Но, скажем, я пока не вижу торговых моментов. Почему? Это аналогично, как и евро-доллар. Давайте будем… Они идентичные графики, просто зеркальные. Мы отросли здесь 3 дня. Там 3-4 дня, получается, роста. И сейчас покупать евро-доллар или шортистикующий индекс доллара очень сложно, так как нам нужно, возможно, какую-то коррекцию. Будет она или не будет, это сложно сказать. Если будет хорошая коррекция, допустим, она возможна. Почему? Потому что, как вариант, у нас есть дивергенция на часовом фрейме в шорт по евро-доллару и может уйти на какую-то коррекцию и дальше уже присматриваться к покупкам вверх по евро на 1.20, 1.21 и выше. Скажем, вот в таком моменте. Аналогично индекс доллара там на снижение ниже, там, в район 90. Потому что сейчас покупать евро-доллара, просто ставить какой-то маленький стоп-лосс, возможно, но это рискованно. Поэтому вот такой момент. Дальше, какую я бы хотел идею дать на сегодня, это шорт крипторынка. Вот если нас кто-то смотрит и торгует там рынок криптовалют, все время раньше спрашивали там в комментариях, что вы думаете по крипторынку. Он, конечно, неплохо вырос, немножко удивил. Но если взять со всего рынка крипто, там, биткоин, эфир, там, лоткоин и другие, то биткоин только вот такие максимумы показал, то, что я смотрел. Поэтому предлагаю сейчас, есть неплохой паттерн, конечно, не самый сильный, контртренд, у нас сейчас достаточно сильный тренд по биткоину вверх. С текущих зайти в шорт, то есть это у нас текущая цена, это 15 270 долларов, там, плюс-минус, то, где будет смотреть запись. Стоп-лосс закинуть за хай, то есть это 16 тысяч. И здесь не исключаю сильного снижения по биткоину вниз. Это может быть как очень-очень сильное снижение, достаточно сильное, так и просто будет коррекция где-то в район там 13 тысяч плюс-минус, и потом дальше рост. Поэтому можно зашортить, а там уже часть скинуть потом, если мы уйдем вниз, и подождать без убытки с надеждой на то, что у нас пойдет сильная коррекция в район снова там 4-5 тысяч долларов. Поэтому такое возможно, если это все идет у нас коррекционное движение по рынку в таком формате. И дальше кто там, допустим, биткоин или эфир торгует на данный момент, или риппл, или там лоткоин, или другие, мне кажется, они тоже смотрятся в шорт. Поэтому рассматриваем шорты, только шорты. Со стоп-лоссом обязательно риск, потому что в любой момент мы можем там улететь, и потом там в любую зону, там по 20-50 тысяч, как сейчас, снова возобновился прогнозы. Я пока в это не верю, но смотрю на картину, она показывает шорт, а там уже посмотрим. Так, ну понял. Хорошо то, что у нас в этот раз удалось с тобой действительно разобрать активы разных секторов. По фондовому рынку, точнее по рынку криптовалют, в принципе, согласен с тобой, считаю, что очень высоко его задрали, биткоин, и, наверное, сдуть бы его сейчас не мешало. Интересно сейчас смотреть фондовый рынок. Ну что, Мудрик, можно поработать с более традиционными финансовыми активами? Ну, фондовый рынок, да, сейчас он в тренде сильном. Я думаю, что мы дальше будем обновлять новые исторические хаи. Конечно, возможно, после каких-то коррекций, потому что мы уже аналогично, как и по евро, там картинка 3-4 дня уже или 5 роста, возможно, какая-то коррекция. Конечно, может без коррекции просто улетать наверх, но я такое не торгую. Виталий, спасибо тебе большое. Тогда удачных тебе торговых будней, соответственно, следующий эфир в среду. Будем снова разбирать самые актуальные возможности. Посмотрим еще один раз на индекс доллара, на золото, ну и, разумеется, на рынок криптовалют. Спасибо. Пока. Продолжение следует...